Спасибо, господин президент, как вы слушаете, я говорю немножко по-русски, я понимаю больше, чем я могу говорить. Чтобы я не говорил что-нибудь не так, я буду дальше поговорить по-английски. Вы думаете, на английском у вас лучше поговорить, чем на русском? Вы знаете, чтобы вам лучше говорить на русском языке, вы там чаще приезжаете. Итак, во-первых, с латвийской стороны мы заинтересованы в том, чтобы развивать хорошее отношение с Беларусью. Для нас важно видеть независимую, стабильную и процветающую Беларусь. Я очень рад, потому что уже очень много подготовительных работ ведется по приглашению, по организации вашего визита в Латвию. Мы будем очень-очень рады видеть вас. И, конечно же, мы надеемся, что, если это будет возможно, что вы приедете также с бизнес-делегацией, чтобы мы могли обсуждать не только политические вопросы, но и, конечно же, очень практические, конкретные вопросы. Что касается практических вопросов, вопросов делового сотрудничества и бизнеса, вопросов торговли, торговых отношений, латвийское правительство недавно изменило регламент управления портов, порта Риги и Венспелс. И теперь их управление полностью находится на 100% под контролем Центрального правительства. И мы открыты для бизнеса. В этот раз я в Беларуси не с бизнес-делегацией, а с хоккейной делегацией. И мы крайне рады возможности совместно с вами проводить чемпионат в следующем году. И я могу сказать, что все, что касается нас, подготовительных работ с нашей стороны, все происходит по плану. И что, особенно приятно, это латвийская и белорусская команда в разных дивизионах, так что, может быть, в конце мы встретимся в Минске. Не дай бог. Латыши нам столько неприятностей в последнее время. Каждый раз это изменяется. Никто не может знать, как будет.